Ах, черт, мы снова идем. Чуваки с белыми ёблами, они опасные, они могут тебя отпиздить, дамочка, что ты тут стоишь, меняться, лезвие, опасная бритва, кстати, огарок, беспонтовый, меняем на бритву, замечательно, в жильниках нас уважают, нам нужно еды купить, прикупить. Ааа, я прошел мимо, да, ладно, пойдем дворами, огородами, а потом пойдем быка помогать разделывать, степнякам, нашим братьям, мы же тоже степняк, вроде как, ни пизды не видно. О, тут район зараженный. А тут район зараженный, а кто знал, я сюда входил, он не был зараженный. Где вход, блядь? Да ебаный. Вход, вход откуда, блядь, со двора или с той стороны? Ты разделяешь, ты, я объединяю, я. Да, 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 наберешь. Вот так. Сука, опять по кругу бегать. Почему мне читают какую-то странную фигню, когда я пытаюсь... Да, блядь, как добраться до туда? Пиздец какой-то. Нихуя не видно, и гуляют еще черти, которых я опасаюсь. Черти, которых нужно вообще бояться. Тут забор. А там зараженный район. А, вон вход был, господи Иисусе. Нет. Да... Что за пиздец? Фонарь. Вот он. Пиздец, блядь. Можно потеряться в этой ночи. А там уже соседний район с заводами. Вот с этим кожевинный заражен. Так, стопэ. Это уже было заражено? Повторное заражение пошло? О, площадь мост теперь. Теперь площадь мост заражен у нас. Окей. Здравствуйте. Что можно у вас приобрести? Бритва 179. Жгут 162. Бритва дороже жгута. Давайте. Что, блядь? 777 монет за молоко? А вы не рехнулись ценами, дамочка? Слишком дорого. Давайте я яйцо куплю. Потому что слишком дорого. Слишком все дорого становится в этом городе. Хоть голод немного ушел, хоть что-то радует. И попьем. Окей, у нас инфекция есть. Это плохо. Она... Иммунники, если я возьму, это что? Давай я иммунники ебану. А, это наш иммунитет красный, это инфекция. Понял. Все. Понято, 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 понято. В принципе, не такая большая инфекция у нас. Убираем фонарь, потому что сейчас как нападут на нас. Голод. Только поел уже голод. Устало сильно. Кто-то орет. На это стандарт там ночью здесь. Хотя нам написали, что ночь будет спокойная. Она, по-моему, что-то не пиздошеньки, не спокойная. Мы бежим вот сюда, к кургану. И мне не нравится, что мы будем бежать. А у нас жизни вообще нет. Я это не заметил. О, привет. Ты сюда перешла? Тут теперь сидишь. Это другая. У тебя даже на обмен ничего нет. Нужно помочь там с бычком. И не нравится мне, что мы будем бежать сквозь... Что такое? Собрать. Что мы будем бежать сквозь кладбище? Мне это вообще не нравится. О, вон белый. Белокожий гоняется за кем-то. Sorry, я не помогу, потому что у меня жизни и так нет. Мне сейчас если ебнут, я вообще не знаю, где я окажусь. Как нам пройти? Вот так нам пройти. Побежали, побежали. Какое доброе дело сделаем, поможем нашим степнякам. Там быки мычат в этих... Забой... Тут забой быков происходит, по-моему. Так оно. Опа, что-то там мелькнуло красное. Какое-то огниво. Степь смотрит тысячей глаз. Кладбище вас тут всегда ждут. Блядь, через кладбище ночью в этой игре-то еще... Вообще плохое... Плохая мысль. Здесь вас всегда ждут. Да, я понял. Тут что, трава растет? Мурава. Сейчас на кладбище бы травы собирать. Что там звенит? Сука. Это какая-то ловушка, ну нахуй. Не хочу. Со всех сторон что-то звенит. А, это просто колокольчики тут. Понял. А вот эти факелы что означают? Это нам дорога вымощена? Да. К этому. К кургану. Опять степь. И приходим мы к сборищу наших товарищей. Здравствуйте. Давайте пока я еще немного живой, мы быстро начнем ритуал и закончим. Ольхоо. Он готов, яркчанин. Ожидает тебя, яркчанин. Радуется в ожидании. Скоро станет собой. Земля и небо вновь на свои места встанут. Гархон потечет. Злая зима сменит дурную осень. Что из земли вышло, обратно в землю вернется. Это тебе, яркчанин, чтобы верно вести его линии. Хороший нож. У-у-у. Перст Менку. Проведи им по телу, раскроешь плоть. Стойте. Чтобы убить или вылечить. А есть ли разница? Да. Да. Какой перст. Какой Менку. Ну че. Извини, бычок, но тут обряд такой. Раскрыть быка. Сколько ты будешь его резать? Я понимаю, что быка резать долго, но типа... Ага. Взять свою долю. Мы должны... Давай вначале с тобой поговорим. Ольхо. Буха дарит тебе свою кровь. Крови быка возьми. Горячий, сильный. Буха не болеют песчаной чумой. Она стекает с них, как вода с гусей. У них сильная кровь. Пей, яркчанин. Очень полезно тебе для здоровья. Боярла, мой народ. Я сам наберу, сколько мне нужно. Нет, не наберешь, яркчанин. Нас много. Всем нужна его кровь. Смотри, все ждут. Каждое ведро на многих поделят. Мы благодарны тебе за твой труд. Поэтому ты уже получил больше, чем любой из нас. А давно ли в последний раз умирали быки? Каждый бык у нас на виду, на счету. Мы любим и знаем их лучше, чем собственных детей. Если умер бы хотя бы один, как могли бы мы не заметить? Нет, ученый человек, что к нам приходил, говорил. Это быки принесли болезнь. Он глуп, он ошибается. У них что-то есть в крови, почему бы и нет? Что, надо взять свою долю. М-м-м, мясо, мясо. А почему мы берем с быка, а тело человечье? Нам дали кровь быка. Бычья кровь. Лекарства из нее не сваришь. Показать Донковскому? Коснуться. Быки не болеют песчаной язвой. Почему? Впрочем, почему вопрос для Донковского. Меня больше волнует, можно ли это как-нибудь использовать. А это без микроскопа не понять. Понятно. Все понятно, с вами всеми меняться нельзя, да? У нас сильная усталость, у нас голод. Тут песнопение. О, танцует бабонька. Привет. Все хорошо у тебя. Походу, ей хорошо. А если ей хорошо, значит, все замечательно. Только тут я слышу мышей. Мыши это плохой знак. Так, мы пойдем на эту лодочку. В театр мы не пойдем. Мы поплывем к Ларе, чтобы поспать. Поэтому, с самого путешествия до Лары я скидну. Добрались мы до Лары. До ее домика. Тут, смотрю, трупики уже лежат рядом с этой бочкой великолепной. Она тут хотела дом для живых сделать. И, по-моему, это получилась плохая идея. Так, Лара, Лара, накорми меня, пожалуйста. У тебя тут был хлеб в прошлый раз. У нас, правда, есть мясо, кстати. Маму свою любишь, помнишь ли ты свою мать? Давайте мясо съедим. О, голод как утоляет. Ой, как хорошо. Инфекция у нас это плохо. Да, блядь. Открывай. Надо инфекцию эту победить как-нибудь. Я даже не знаю как. Вообще. Ноль ебаных мыслей. Да, тут у нее прям люди спали. Лара, привет. Давай я посплю. Усталость. Пять часов посплю. У нас в городе даже нет подходящей больницы. До утра. День шестой, в который ответы найдутся, если гору спеку хватит, смелости их не искать. Убей меня, выжги, выскобли, спасай слабых, немощных, никчемных, спасай тех, кто не скажет спасибо. О, жизнь повысилась, кстати, у меня. Видимо, потому что я поспал. Я вообще не понял. Или потому что я поел. Одно из двух. Новый день, да? Ага. В этот раз мне не дадут, естественно, тут не пизды. Награды. Потому что я, видите ли, ничего там не вылечил. И у нас закончились. Проблема в том, что у нас закончились ногти. Мы теперь плавать не можем. Мы можем только передвигаться своим ходом. А тут сейчас будут мародерствовать. Ну, там уже ходят мародеры ебаные. Посыльный. Убийца Исидора Бураха все-таки пойман. И кажется, на этот раз наверняка. Где? Снова в стержне? Да, Соборов нынче у себя. Дела его, как говорят, не важны. Похоже, пошатнулась его власть. Не вовремя. Окей. Блядская инфекция. Использовать. Вода. Хорошо. Здесь Бакалея, аптека мне нужна. Давайте вот так и пойдем к Соборову. А потом по ходу дела решим. Нужно опять сюда вот робу эту. Нужно сейчас с огородами. Чтобы не нарваться ни на каких мудаков. А тут земля раскрывается. Кровь ей нужна. И к Донковскому нужно будет забежать. Показать ему это самое. Кровушку. Кровушку, которую мы взяли у БК. Два куска мяса мы тоже взяли у БК. И все выглядит вполне офигенно у нас. Это серый район? Блядь, это серый район. Сука. А, нет, это белый район. Значит, нам быстро, если пробежим. Вот этих мудаков. Попался. Голубь. Я это сейчас, блядь, за голубя приму. И что ты мне сделаешь? А, ты прям даже можешь... Ебать, что тут произошло, нахуй. В общем, он за мной бежит по этому району. Это вопрос. Это же мирный район. А, он на того напал, на полицейского, дурак. Сейчас тебя вырубят. Так, давай я тебя фонарем. Не буду пиздить, буду руками тебя убивать. А, молодец. Бей. Убивай, я сразу залутаю. А то обычно они лутают первую. Сука. Бей сзади. Давай, давай, давай. Боксинг. Да что-то на меня нападаешь. Иди там с полицейским дерись. Что такое? Что, засал? Обыскать. Монеты дай свои. Пятущие. Бутылочку. Ну, вот так и стой. Правильно делаешь. Так, аптека. Аптека, 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 аптека. Сейчас что-то купим. Нужно инфекцию победить. Может, еще и сможем выжить. Потому что нам мясо дали. Это прям вообще заебись. Торговать. Ферамицин. Снижает заражение. Выправляет слой нервов. Неомицин. Слой кости. Появились эти ланцеты. Но нам дали, короче, вот эту перстменку. Вообще, какая-то лютая штука. Лютая. А мясо за сколько возьмешь? 910. Хе-хе, какая я сразу. Мясо мне, мясо мне. Давайте 4 разбитые ампулы дам. У меня они не нужны. Так, пробуем. Неомицин. Блядь, не сильно он снижает инфекцию. Ферамицин. Так же. Зато жизнь, блядь, убивает только так. Жгутик. Окей. Нормально. Надо победить как-то инфекцию нашу. С тобой поменяться? Нет, поговорить можно. Горлица. Нашел ли ты уже убийцу Исидора? Нет. Ты понимаешь, что его убили те же люди, которые устроили эпидемию. Однажды он уже встал у них на пути и остановил заразу. Теперь у них все получилось. То есть устроили эпидемию устроили? Ну головой-то подумай. Исидора убивают. Так? Нашего единственного врача. Первое убийство в городе за много лет. А на другой день что? Начинается эпидемия. И если пожар начался рядом с четырех углов, знающие люди называют это поджогом. Кто мог такое устроить и зачем? Известно, кто хочет извести под корень цивилизованное население. А может истереть этот город совсем. И плевать, что сами передохнут. Смерти не боятся. Им такая жизнь хуже смерти. Кто ненавидит существующий порядок? Думай головой. На степняков намекаешь? Чума это степная. И те, кто ее устроил, люди степные. Точно тебе говорю. Нам надо искать. Но начался этот мор не сам по себе. Воля человеческая за ним стоит. Замысел за ним есть. Спроси хоть кого. Любой тебе подтвердит. Это дело нечистое. Это все вилами по воде. На воде. На воде, по воде. Пиздит на степняков моих братьев. Они мне мясо дали. Я не понимаю, вот на эти уры нужно реагировать или нет? Странный звук. Как будто же так горит. Но ничего не горит. Малый, 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 малый. Обмен. Обмен, 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 обмен. Понятно. Нихуя у тебя нет. Обмен. Иммунники за 6. Будет на 6? Сука, не будет на 6. Я тебе мясо дам, малый. За иммунники. Хочешь? Не, медсин, ты вообще ничего не хочешь. Блядь. Ну что вы такие? Ммм, меняться не хотите. Странный звук такой на самом деле. Как будто что-то тлеет. О, наберем водички. Да, ждут один. Хорошо. Набрать воды, набрать воды. Все, бутылки закончились. Так, где там Собуровы? Собуровы. Побежали. А что там горит? Там опять что ли чума? В смысле? Там она же была уже. Да? Она опять по районам начала ходить. Иди нахуй. Ахахаха, рассыпалась. Так, надо аккуратнее тут подходить. Собирается этот черный ком. Блядь. Она начинает циклически вот так опять ходить по районам. То, что мне нужно побазарить с ним по поводу убийцы. Это все замечательно, но у нас и так уже инфекция. У нас нет никаких таблеток, ничего. Голод опять. Чё, издеваешься? Ты ж... Погодите, чё за прикол? Мы поели кусок мяса. Ты за ночь, пока спал 7 часов, так проголодался? Шо, охуел? На. Ебать, он голодает. Почему вот интересно он пиздит зараженного человека? И вообще можно убить? Бой дебилов. Серьезно. Один не дерется, а второй пиздит. Мент, который... Но это похоже на современные реалии. Мент пиздит больных. Нормально. Все как надо. У нас жизнь падает, тем не менее. Тем временем. Он уже... Ты его в этот район зачем выпнул, блядь? Сейчас тут пойдет заражение. Дурачок. От него вон эта черная сажа ползет. Ладно, побежали. Рискнем. Тут опять драки. Ах, пиздоси, как я ненавижу эти зараженные районы. Успеем? Забежать. Ебать, амунитет падает просто жестко. Пробежали полквартала, уже пизда. Хоть побазарим тут. Сабуров, рассказывай. Дурак. Дурак. Какой же я был дурак. Да, Бурак. Как удачно. Вы мне нужны вообще-то по-другому дело. А с этим типом я уж как-то сам решу. Мне кажется, что дело тут нечисто. Но раз уж вы зашли, то вон он. Побеседуйте, если хотите. А по какому делу? Я с вами без свидетелей хочу поговорить. Или знакомьтесь с этим людоедом, или немного подождите. Конвой отправлю, и тогда начнем. Подождите, я с ним поговорю. Здорово, людоед. А, это этот, из банды любителей мейкапа, точно. Ты кто еще такой? А ты кто такой? Невиновный. Невиновных не бывает, на всех нас первородный грех лежит. Да не издевайся ты, меня сюда десятник стриж притащил. Он на меня третий год зуб натачивает. Ну подломил я каиных, ну. Им живого добра не надо, они манной небесной живут. Что же мне за это? По мокрому делу отвечать? Какие еще каины? Причем тут каины? Ну, Симон Каин со старым бураком знался. В ту ночь я видел, как они прощались возле горнов. Часу во втором ночи. Отец твой Симону сказал, мне часа три осталось, а ты, думаю, подольше проживешь. Знал он, стало быть, судьбу свою. Заранее знал, кто его убьет? Да не похоже. Чтобы об убийстве разговор был. Скорее о том, что оба решили сами умереть. Ну или о том, что, ну, не знаю, яд у них уже в крови, и времени на жизнь осталось мало. Яд, говоришь? Это уже не моего ума дело. А только знал твой отец, что осталось ему три часа. Я о том по пьяному делу растрепал. Ну и приврал слегка, стриж меня и притянул. Оба они в ту ночь кончились. И отец твой, и Симон Каин. Кто же их убил? Пес его знает. Только это был не я. Я всего лишь был неподалеку. Слыхал их разговор, понятно. Говорили они, как будто обо всем договорились. Как будто все было условлено заранее у них. Ты понимаешь? Чё ты так скалишься? Я бы на твоем месте не скалился. Тебя сейчас в тюрьму посадят. Нет, не понимаю. Окей, поговорили. Теперь с тобой. Ничего. Да, Бурак. Выдержу. Это хорошо, что вы пришли. Нам очень нужен врач. А я не могу положиться на этого бакалавра. Нам? Моей жене очень худо, Бурак. И я... Я не знаю, как ей помочь. Да, я видел ее в прошлом эпизоде. У нее реально там пиздосы. Ники под лазами. Пусть поспит просто. А что с ней? Мне кажется, что она сходит с ума. Она... У нее навязчивые идеи. Тревожные. Говорить ей я никому не скажу. Ей кажется, что у нее не получается заботиться о городе так, как... Как могли бы какие-то фантастические правительницы. У нее начинается бред на этой почве. Она разговаривает с каким-то существом. С каким еще существом? Я не умею думать о таких вещах. Это за пределами моего понимания. Разум говорит, что это ее фантазия. Но иногда я слышу, как она отвечает ей. Когда вхожу, она сидит на кровати одна, ссутулившись. И я не могу с ней об этом поговорить. Говорить вообще трудно. Что, у меня проблемы с головой у бабцы? Вчера я не ходил в больницу. Утром будет там у меня новая работа. Я ходил в больницу. Мне не сказали, что нужно сделать. Я раздал все лекарства, которые у меня были. Блядь, и мне теперь за это денег не дадут. Катерина Собурова не в себе. И комендант, кажется, тоже слышит голоса в ее голове. Сила любви или тут в самом деле не чисто? Да, только я сейчас к ней не зайду, братан. Сорян. Так. Нужно продумать план побега. Мы поворачиваем. Бежим сюда. И направляемся в управу. Хороший план. Бутылку с водой пьем. Чтобы у нас дыхание поднялось. Хорошо. А сейчас просто ран. Ран. Ран, Вася, ран. А то тут мор ебаный. Инфекция сейчас пойдет еще больше. Просто... Что ты смотришь на меня? Беги отсюда, глупец. Стоит, смотрит. Мыши-предвестник чумы. Вот серьезно. Ребро здесь вам не рады. О, кстати. Я вот по дороге. Тут же дом этой, да. Усадьба Юлии Люричевой. Давайте я к ней зайду, залутаю ее. Почему нет? Если сюда можно зайти, значит тут возможно будут шкафчики. А я уже их вижу обыскать с капустой. Ты че, ничего не хранишь дома? Да ты выебываешься. Хуя у тебя апартаменты. А тут шо? О, здорово. С тобой даже говорить нельзя. А че по луту? Ебать, сколько у тебя книг. Прям вообще ничего? Ну пиздишь же. Я ж найду. А, это выйти из дома. Тут еще комната. Нельзя. Там видимо спит. Ну такое. Могла бы хоть накормить гостя. Так. Надо бы право, значит. Мне не нравится, что я был в больнице. Делал, реально делал, что мог. Вот, кто смотрел, тот меня поймет. Поменяемся. Бинт это хорошо. Бинт это всегда хорошо использовать. Ой, хорошо. Реально, просто как мог, старался. Поговори со мной, поговори, поговори со мной. Не буду с тобой говорить, не буду с тобой говорить. Мишка опять. Заразитель. Ходит тут. Бродит всюду. А мы поссорились со Спичкой. И все это снова из-за твоего отца. Ужасно, я теперь переживаю. Вдруг не помиримся обратно. О чем же именно вы спорили? Спичка говорит, что твой отец хороший. Что он был умный, добрый и жалел людей. А я же знаю, что это не так. Почему же не так? А вот потому что. Потому что все наши беды из-за папы твоего. Всегда он был причиной всем людским несчастьем. Так уж и всем. Если бы не он, то жили бы мы все сейчас как раньше. И не было бы ничего вокруг плохого. Откуда же ты это знаешь? Я это знаю, потому что я так чувствую. Ну, вряд ли я сумею тебя переубедить. Только бы со Спичкой помириться. Совсем я даже не против брата. Спичка, он же ворчливый, но совсем не злой. Он мне еду готовит, а вчера принес кусочек сахара и растопил на свечке. Вышел леденец. Где это он его добыл? Пострел. Окей. Она что-то нас преследует. Возможно, она, кстати, зараженная. Не зараженная, а она переносчик. А у переносчиков нет этих симптомов. Поэтому он симптоматику не выявил, когда смотрел на нее в прошлом эпизоде. Блядь, я знаю, вот тут пишется, опасная бритва нравится детям. Ай, я не могу ни у кого выменять ее. О, иммунники. Бритва за пять. Братва, бритва нужна? По дешевке. Нет, всем вода нужна. Вода и мне нужна. У-у-у. Фиромицин за девяточку. Только хрен я на девять. Тут на колобутку что-то по обмену. Это что? Ты кто? Детали на бритву. Агарок? Агарок вообще непонятно нахрен нужен. Тупо такая разменная штука. У детей обычно есть таблетки. Это вообще просто какой-то нонсенс. Но вот всегда с ними меняться выгоднее всех. Морфий за шесть. Один, три, да? Я уже помню, что у них курс валют. Немного странный. Правильно идем вообще? Да, слушайте, правильно идем. А у тебя есть что по обмену? Опа. Опа. Опять играют на пианино. Опять кто-то играет. На нервах моих. Кто же тут играет? Кто такой Игрун? Наверху? Сейчас как найду Игруна. А где, блядь, он играет? Чё, издеваетесь? Звук слева. Здесь? Опа. Владик. Здорово. Толстый Влад. Всё, об убытках думает. Об убытках. Одни убытки. А, Бурак. Вас, конечно, ещё нет жены. Звенна семья. Не так ли? Да завали ты уже. Ты заебал. А, Бурак. У вас, конечно, ещё нет жены, не так ли? Ещё нет. А у меня тоже нет. И у меня тоже нет. Уже нет. Виктория Ольгимская умерла? Да. Сочувствую. Сувениры тут продавала когда-то. Тут я её и встретил. Брошку себе выбирала. Ну, поженились мы в тот же год. Тоже вот осень была. А я сюда часто потом приходил. Уж сколько? Восемь лет. Мясом тут начали торговать. Моим мясом. Да. Брошки-то. Кому они нужны, брошки эти? Действительно, мясо нужнее. Как быть, Бурак, а? Восстановить, что ли, лавку? Или пусть так остаётся? Тоже ведь сувенира. Хе-хе. Восстановите, пускай торгуют мясом. Вам выгодно. Выгодно. Нам тоже. Всё. Мне кажется, тут была лавка. Я сюда как-то заходил. А тут что-то дверь. Опа, открыть можно. А тут нельзя. А давайте откроем. А, сквозной выход, да? Тут сквозной подъезд. Я понял. Всё понятно. Ну, прикольная лавка прямо в центре города. Такое пиздатенькое место, я тебе хочу сказать. Войти. Хочу кровь показать Донковскому. Хотя и не показан этот квестик. Я не знаю, можно ли ему будет это показать или нет. Где Донковский? Алло, блядь. Где Донковский? А вы мне не дадите сегодня, да, ни пизды? Конечно, конечно. Я же просто всего лишь потратил все медикаменты на больных. В прошлом эпизоде. Пошли к врачам. Меня так это бесит, потому что реально мне не сказали, что нужно сделать. В первый день мы морфием всех кололи, чтобы более утолить людскую. А во второй день, когда нужно было что-то делать. Ну? Иммунники, рыба. Иммунники за 8. Чё горит? Чё-то горит. Ну, тут хотя бы уже не зараженный район, всего лишь мародерствующий. Уже лучше, чем ничего. Сразу меняется фильтр, становится всё более жёлтым. Чтоб мы понимали, что нас ждёт пиздосик. У меня там кровушка какая-то нарисована. А! Тень по крови ходит. Кто тут, блядь, на скрипке в больнице играет? Я сейчас как поиграю тебе этим смычком. Не тревожь больных. Мы ещё лечили, да, блин. Это был заражённый район. Тут на нас нападала эта чума ебаная. Ага, раз, два, три, три всего. Стах, базарь. Что же это за болезнь? А вот и ты. Что у нас сегодня? Работа сегодня паршивая. Прямо по нашей с тобой части. Патанатомия. Вскрытие и при том много. Много это сколько. Нужны органы для исследований. Больные, здоровые, разные. Только кровь не нужна. Её можно забрать, набрать и без хирурга. Основную часть работы я сделаю сам, но твоя помощь пригодилась бы. Каких исследований? Болезнь мутирует. Клиническая картина меняется. В общем, разная симптоматика у всех. Мы уже не понимаем, какие органы она поражает в первую очередь. Надо установить. Как? У нас нет клинической картины. Мы ничего не знаем. Оставь это Донковскому. Наше дело достать органы. Вон в ледяной ящик клади, на сцене стоит. Пускай Донковский сам потом в них копается. Вижу, ты к нему поровнее дышать стал. Это радует. Он много работает, только толку пока не видно. На меня намекаешь? Ты меня знаешь. Я не намекаю, я прямо говорю. И вообще, зря я тогда всё это. Учитель гордился бы тобой сейчас. Да он всегда и гордился. Выходит, мир, Стах? Мир. Всё хорошо, что хорошо кончается. Извлечь шесть органов и положить их в ящик на сцене. А, ну это попроще, хотя бы не будем тратить. А из кого вынимать? Из живых? А ты кто такая, блядь? Что за белобрысовая мразота пришла? Пусть мы все погибли. Это Юлия не уличная. Таких городов уже не осталось. Извини. Не признал. Я могу сделать что-нибудь тут? Да, принеси мне лекарства. Зачем вы пришли? Пользу хочу принести хоть какую-то. Вы же человек науки, ничего вам тут делать. Я могу ухаживать за больными. Чёрной работы я не чураюсь. Грязью меня не напугать. Но вообще-то мои навыки математикой не ограничиваются. Я много чего умею. Например. Я умею ремонтировать механические приборы, рассказывать истории, шить, показывать фокусы с картами, вязать сложные узлы и играть на виолончели. Это ты, значит, да, там с мычком? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Симфонии струячила. Впрочем, это вряд ли пригодится. Жаль, что я не могу много ходить с тех пор, как охромела. Впечатляет. Ладно, оставайся, может помоешь. У вас вырезать? Ребята, я сейчас как вырежу? Лечить. Не-е-е. У кого вырезать? У кого вырезать? Я хочу вырезать. Сегодня вскрытие. Нужно положить в ледник на сцене. Минимум 6 органов. Кровь не подойдет. Лечить. Ты сдохла? А, да, все, обыскать. Сука, все уже залутали. Скальпель нам нужен. Там, собственно, скальпель есть. Почечка. Печеночка. Сердечечко. У нас еще один скальпель. Перст, менку не хочу пока тратить. Мозг поврежден. А, 6 органов мы тогда, кстати, раз, два, три, четыре, пять. Пять уже есть. Мы тогда вскрывали одну девушку, которая там лежала. Блядь, тут мертвых. Можете мертвых убрать отсюда? Ходить невозможно. Господи Иисусе. Пиздос какой-то. Не могу работать в таких условиях. Обыскать. Сука. Все лутает. Все лутает. Блядь, я этим перстом менку хуячу. Орган поврежден. Мозг бы вытащить, потому что мозг, мозга нет. Да ебаный в рот. Так, что тут? Ржавый скальпель, разбитая ампула, окровавленный бинт. А лекарств никаких, я понял. Где ледник на сцене? Какой ледник, блядь, на сцене? Я в глаза долблюсь. Это ледник. Ну давай, зараженная печень. Две. Зараженное сердце. Две штуки. А зараженная почка. Две. Все? Да, это ледник. Нихуя себе, не похоже на холодильник просто. Завтра нам хотя бы деньги дадут за вот это все. За вот это вот все. Сохраниться тут можно? Помню, что можно. Ух, ебать! А нормально. Я понял, почему трупы не убирают. Вопросы напали. Где сохраняшка? Сохраняшка? Я помню, что мы сохранялись. Вы что, часы тут убрали? Ребята, уберите пару трупов. Поставьте часы, чтобы я мог сохраняться здесь. Ой, бля. Ладно. Хотя бы сделали то, что нужно. Так. Я побегу обратно в управу. Там буду сохраняться. А на этом мы сегодня серию, пожалуй, закончим. Я благодарю вас за то, что вы посмотрели эту серию. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. И увидимся в следующих эпизодах прохождения Pathologic 2 и в других играх. ПОПЛЕДИСЬ 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 НА УСЕМВЯЮЩЕЙлять ТВ.